Вячеслав, сегодня на периметру поля, мне кажется, было порядка 150-200 человек. Насколько неожиданно такое скопление людей именно на тренировке? Это наоборот приятно, что вообще и люди интересуются жизнью сборной. Поэтому, естественно, такое скопление очень приятно. Потому что после матча с Ташкестаном в Дагестану на левых говорили, что интерес к сборной пропадает. Сегодняшняя тренировка, можно сказать, что опровергает это? Ну, конечно. Я думаю, может быть, наоборот, даже возрастает интерес. Потому что и неплохие игры намечаются. Поэтому, я считаю, все следят и все с нетерпением ждут матч. Наконец-то сильный соперник в товарищеском матче. Как считаете? Ну, я считаю, конечно, обе команды сильные. Поэтому готовимся. Надеюсь, что результат тоже будет положительный. А вот какая-то внутренняя мотивация, она выше, чем перед Таджикистаном? Ну, с Таджикистаном все-таки рано в чемпионате мира играл? Ну, мне кажется, мотивация всегда должна быть. Неважно, какой соперник. Потому что все-таки защищаем цвета сборной. Поэтому мотивация всегда присутствует. С Сердаром, возможно, можно теперь записаться, пообщаться? Нет. Если честно, еще нет. Валком после последнего тура вышел в микс и показал свой российский загранник. Показывали его в команде. Самое интересное, что там написано? Как его им написано? Ну, да, показывал. То есть, естественно, посмеялись в команде. Поэтому ничего особенного. Так потроили чуть-чуть. Как? Ну, я имею в виду просто, что русский теперь и так далее. Ну, такие обычные, как бы, шутки. А там также написано Малком? Честно, именно в паспорт не заглядывал. Поэтому не знаю. Сам хотел бы, чтобы у вас были. Ну, там, три варианта. Малковой, Малкинский, как-то так. Честно, не знаю. Что вы думаете, по этому делу? Вообще, без понятия. Потому что, ну, честно, не знаю. Первый раз слышал бы. Вячеслав, как сейчас атмосфера сборной, учитывая, что, можно сказать, базовый клуб в «Спартаке»? Все отлично. Но все-таки, я думаю, клубные вещи надо на второй план уже оставлять. Поэтому атмосфера великолепная, все друг с другом общаются. Вот. И в полной готовности, опять же, подготавливаемся к матчу. Чемпионат мира видели? Иран видели? Ну, конечно, конечно, смотрели. Вот. И также посмотрим перед игрой соперника, разберем, все посмотрим. Поэтому все в обычном режиме. А правильно говорить, что после товарищеского матча с Ираном можно будет как-то сравнить, примериться, как бы мы могли выглядеть на чемпионате мира, исходя из результатов игры? Да нет, ну, это, мне кажется, то есть никто не знает, что бы было и что будет. Поэтому, мне кажется, это сложный такой вопрос, сложно на него ответить. После матча проигрывали в сборную. Какое настроение у вас было? Ну, естественно, неприятно проигрывать, но уже в сборной находимся, поэтому надо готовиться к следующим играм. И, естественно, настроение боевое. Готовимся. Где уровень конкуренции выше? В сборной или в Зените? Везде конкуренция. То есть, сложно так ответить, потому что, естественно, в Зените большая конкуренция в сборной, потому что лучшие футболисты в сборной собираются, и тоже конкуренция высокая. Поэтому там и там хорошая конкуренция. Для вас, как игрока Зенита, есть ли особенность в том, что матч со сборной ряда в этом мастерово-арене, в сути, вы уже думаете? Нет, естественно, приятно на своем стадионе сыграть. Еще приятнее то, что крыша закрывается и поле хорошее. То есть, потеплее будет, поэтому приятно. А в целом то, что первый матч после Бана именно в России пройдет? Ну, он сначала в Иране пройдет. Ну, да, конечно, все равно. Ну, естественно, приятно то, что в России сыграем матч. Я думаю, это шаг вперед. Надеюсь, что не последний. Вы бы сделали маленький шажок в сторону Азии. Летом турнир будет. Как ты морально воспринимаешь? Ну, то есть, обычно воспринимаю. То есть, если надо играть, то есть, сыграем. Потому что самое важное – играть с хорошими соперниками. Последние пару дней была противоречивая информация по поводу твоего будущего. Контракт продлен, не продлен. Как сейчас дело обстоит? Не, ну, как бы, естественно, он согласован, но пока еще не подписан. Как вы себя чувствуете в окружении в сборной, в окружении классовых врагов по «Спартаку»? Нормально я себя чувствую. 8 игроков «Спартака». Что ощущает «Зенитовец», попав в такую атмосферу? В какую атмосферу? Ну, также из других команд есть футболисты, и ничего страшного. 8 «Спартака». Нет, ну, что? То есть, это сборная. То есть, тут уже, я думаю, никаких таких вещей клубных не должно быть. Мы все сейчас готовимся к играм с одной целью – выиграть и находимся в одной команде. В сборной бывший тренер «Спартака», 8 «Спартаковцев». Пахнет ли в сборной спартаковским духом? Нет, не пахнет. Пахнет нашим духом сборной. Вячеслав, по поводу Азии, вот был вопрос, коллега. Вам не кажется, что некоторое наше, я не скажу пренебрежительное отношение, но отношение свысока к Азии должно поменяться после того, как сборная в целом неудачно отыграла три игры в прошлом году? Ну, честно, мне сложно ответить на этот вопрос. Но что на этом уровне мы не лидеры далеко? Ну, это, опять же, если судить по тем матчам, которые мы провели, может быть, но я так не считаю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.